Продолжается масленичная неделя. Эти дни, как правило, сопровождаются народными гуляниями, играми, обязательными визитами в гости. А главным блюдом становятся блины. Жители Твери также поддерживают веками прижившиеся традиции. Готовят угощения, собираются большими компаниями, жгут чучело зимы. А какие еще обряды и традиции, кроме лакомства и угощения, верхнего же сохранились, нашим журналистам рассказали и показали в областном доме народного творчества. Я масленица. Про меня говорят объедуха, деньгам поберуха. Говорят, обманула, обвела, нагуляться не дала. Масленица – один из самых сытных и шумных праздников, а потому и любимых в народе. Обычно отмечается она перед началом Большого поста. А потому в его преддверии люди старались вдоволь наесться и от души повеселиться. Длились гуляния всего семь дней. Эта неделя не обходилась без танцев, хороводов и обрядов. В наши же дни старые традиции живы. В Тверском областном доме народного творчества юным гостям показали, как правильно привлечь в дом радость и удачу. На венчик ленточки для того, чтобы ряженые из дома с веником вместе унесли все невзгоды, болезни и печали. Масленица без блинов, как и менина без пирогов не бывает, гласит русская поговорка. Каждый день подразумевал походы в гости к родственникам и близким. К таким посиделкам обязательно готовили блины. Ну, масленичная неделя – это большое семидневное гуляние, когда люди каждый день ходили друг к другу в гости на блины, когда веселились, играли. И каждый день масленичной недели, что является особенностью масленицы, поименован. Сегодня, например, у нас среда, и этот день называется лакомка. Соответственно, люди готовили блины. По традиции, четверг – разгуляй, пятница – тещи на вечерке, суббота – заловки на посиделке, воскресенье – провода зимы. А первый же день масленицы – понедельник, называли встречей, вторник – заигрыши. Масленица – время, когда встречали весну и тепло. Ведь блин не зря олицетворяет солнце, такой же румяный, горячий и согревающий. Масленичным гулянием всегда радовались и взрослые, и дети. Знакомить детей с фольклором, с народным творчеством, чтобы дети знали свои истоки, видели, как раньше их бабушки, дедушки проводили свой быт. Однако не все коту масленицы, как говорится в других поговорках и пословицах. Последний день этого праздника считается прощенным воскресеньем. Принято извиняться друг перед другом. Еще одна традиция – сжигать под конец гуляний чучело. Считалось, что после этого ритуала весна непременно полностью вступает в свои права, и можно ждать потепления и первых проталин. А в понедельник уже начинается Великий пост, который продлится до Пасхи 40 дней и подразумевает ограничения в пище и веселье.